Привет, друг! С тобой Эван, мы продолжаем играть на сервере Смотра Рэйдж, всё как всегда. И как ты понял по названию ПП ролика, сегодня я тебе расскажу, как же сделать свои кастомные красивые скриншоты в F3. Или просто скачать картинку и вставить её в игру. Если ты ждал этот видос и тебе это интересно, обязательно поддержи лайком, помоги продвинуть этот ролик в топ и помочь другим игрокам также настроить красиво своё меню F3. А я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере у меня есть свой личный промокод Эван. Води его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей на свой баланс, иди задавая права и работай на свою мечту. Ну что пацаны, в одном из предыдущих обновлений, примерно полгода назад, на Смотра Рэйдж добавили новый интерфейс. И конечно же F3 это тоже касается. Теперь при открытии F3, не обычный список, как это было ранее, а список с фотками, характеристиками автомобилей, названиями, номерами и так далее. Выглядит намного лучше. У вас вопрос, блин, как же сделать красивые фотки? Вообще, как добавить сюда фотки? Фотки можно добавить либо через кнопку обновить все фото, и у вас все тачки заспамиваются в одной локации и сфотографируются. Либо же можно добавить кастомно свои фотки, сделанные в GTA, либо скачаны с интернета. Именно про это мы сегодня поговорим. Но перед этим я скопирую эти фотки, и мы продолжим. Итак, давайте я вам покажу, как же можно получить фотки. Знаешь, нажимаем F3, обновить все фото. И у нас, как я говорил ранее, все тачки спавнятся в одной локации и фотографируются. Но это не так уж прикольно, потому что разнообразия нет. Но с одной стороны, если вы по рекупе не хотите фоткаться, то да ладно. Но если у вас тачки задерживаются надолго, то хочется чего-то более красивого. И, кстати, в последнем обновлении глобальном они изменили фон, где фотографируются вот эти все тачки. Как видите, сейчас это неоновая такая локация. Раньше это был какой-то гараж с красной коробкой и с желтым таким фоном. Но у половины людей он тупо не прогружался, либо через установленные графические моды, либо просто не устанавливался. Поэтому они изменили этот фон. Но у меня вопрос, но это же некрасиво. Слишком темно, фары светят, пересвет, и то правой ярче, левой. Ну как бы не то, да? Я сейчас вам покажу, как же можно изменить данные фото. А, и кстати, кто не знает, вот эта локация находится в аэропорту LS. Вот эта зона, находится она в аэропорту в углу. Ночью 100% увидите и днем. В нее никак не зайти, можно зайти только с помощью забаганного автомобиля. Спавните ее в угол, вот садитесь, потом убираете, и вы находитесь внутри. Кстати, бля, я перед этим полчаса попытался сделать, только что с первого раза, понимаю. Ну вот вы внутри, и вы теперь можете сами заспавнить свою тачку к этим новым трубам и сфоткать под своим, как бы, углом. И вот так, мне кажется, тачка уже будет выглядеть даже немного лучше. Значит, как же мы можем сделать наши фотки? Мы можем сделать фотки очень просто. Мы можем включить F9. Давайте на примере импалы что-то сделаем. Мы включили F9. Сначала будем делать фотки. Например, у меня установлен графический мод. Я вот так сфоткал импалу, вот так. И заселил там, например, себе через Alt F1, это NVIDIA Experience. Либо просто Alt Print Screen, либо Win Shift S, как вам удобнее. Либо, в крайнем случае, вы можете вообще встать, вот так, в камера, телефон и сфотографировали. Все мои фотки, кстати, предыдущие сделали на фотоаппарат. Вот так. Все. И пофоткали свои автомобили. Либо скачали все фотки с интернет. Вот, вы пофоткали все свои автомобили. И теперь нужно перейти в папочку с нашим Rage. Ну что, пацаны, мы перешли в нашу папку с игрой. Если кто не знает, то может на рабочем столе нажать правой кнопкой мыши по ярлыку Rage и расположение файла, либо свойства и расположение файла. Но я думаю, если вы скачали уже Rage, зашли на сервер, поэтому найти папку с Rage вам труда ничего не составит. Далее мы переходим в папку Screenshot. После этого выбираем наш сервер. Это 51, 77, 56, 123, 22, 005. Это наш IP-шник. Вот. И мы переходим в нашу папочку, где находятся все наши скриншоты. То есть все скриншоты, которые сделаны на телефон. И как вы видите, вот все наши фотографии всех наших автомобилей, которые мы делали в игре. И также вот наша фотка, которую мы делали на телефон. И теперь, я думаю, несложно догадаться, что нужно сделать. Как вы видите, там где наш автомобиль, вы видите Vah, это Vehicle, то есть автомобиль на английском, да. И номер. Номер это ваш ID-шник автомобиля в игре. То есть вы нажмете F3 и там будет ID. И все, что вам нужно, просто закинуть сюда фотографию и переименовать. А старую фотку удалить. Например, у нас есть вот Impala, да, которую мы сделали. Например, мы все фотки сделали с телефона. Вот, например, Impala. Impala у нас вот эта, 94-611. Нажимаем переименовать. Скопировали. Эту Impala удаляем. Эту нажимаем переименовать. И вставляем ID-шник. Все. Impala сделали. А, и как же добавить фото, которые сделаны с интернета? Например, мы нашли какую-то фотку. Закидываем сюда же в папку и делаем то же самое. Просто берем, например, это у нас Кабан, да. Берем вот Кабан наш. Переименовать. Ctrl-C. Либо вот так, если вам удобнее. Вот так. Правую кнопку копировать. Кому как удобно. Мне удобно командами. Ctrl-C. Переименовать. Правую кнопку мыши вставить. Либо Ctrl-V. Все. Сохраняем. Обновляем. И у вас, можно сказать, теперь кастомные фотки в F3. Но для этого нужно полностью перезайти в игру. А, интересный факт. Буквально как только добавили меню F3, некоторые уже просекли вот эту фишку. И вместо автомобилей ставили фотки как бы 18 плюс характера. И это было забавно смотреть на меню F3, а там такие вот красивые девушки находятся. Вот. Переходим в игру. Итак, пацаны, как вы видите, я только зашел на сервер. Еще даже текстуры не успели прогрузиться. И мы нажимаем клавишу F3, барабанная дробь. И наши фотки заменились. Теперь вместо фотки импалы вот такой у нас фотка, которую мы сделали с телефона, согласитесь, не очень. Вот. И вот фотка, которая скачана с интернета. Вот так уже смотрится попиже. А если еще заморочиться, то можно вот найти такие фотки в интернете, покопировать вот отсюда номера и с помощью фотошопа номера поставлять на автомобиле. И это вообще будет пушка. Ну что, пацаны, а у меня на этом все. Вот такой вот мега интересный и мега полезный, я надеюсь, для вас видос. Вы просили, я сделал, поэтому поставьте, пожалуйста, лайкос. Помогите продвинуть этот ролик в топ. Напишите в комментариях, знали ли вы о данном способе или нет. Поменяете ли фотки после этого видоса себе в F3. Я думаю, 100% кто-то поменяет. Тем более, это 2 минуты дело, не более. Также не забывайте про подписочку на канал. Идем к 5000. И колокольчик не забывай. Обязательно нажимай его, чтобы всегда смотреть мои ролики. Не пропускай вот такой эксклюзивный контент, как сегодня. И смотреть его всегда первым. Ну, с тобой был Левен. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока. Пока.